В области растет число больных пневмонии. Об этом говорили еще пару недель назад. Тогда общее число заболевших составляло 50. На сегодняшний день число больных пневмонии достигло 344 человек. Из них в тяжелой форме 58. Еще в начале месяца главный врач области говорил о нехорошей тенденции росте числа больных с пневмонией по области. На 11 июня их было более 50 человек. Сейчас эта цифра почти в 7 раз больше. Сегодня воспаление легких диагностировано у 344 человек. Вызовы скорой увеличились втрое. С тяжелой степенью у нас находится 58 пациентов. Из них 17. Из них к аппарату искусственного вентиляции легких подключены 16 человек. И к концентратору кислорода подключено уже 30 человек. Ситуация у нас с каждым днем все ухудшается. Буквально за сутки у нас только... Если вы помните, мы буквально 3-4 дня назад открыли городскую многопрофильную больницу. Она у нас сейчас уже полная. В ней на данный момент уже находится 260 пациентов. И с каждым днем ситуация с каждым разом ухудшается. Сейчас также мы будем на этой же базе продолжать увеличивать коечную мощность. Докупаем мы им дополнительные лекарственные препараты. То есть мы их сейчас полностью будем обеспечивать всеми силами нашей области. Лекарственных средств в местных аптеках, по словам специалистов, достаточно. Пополнение производится ежедневно. Объекты розничной реализации лекарственных средств на сегодняшний день обеспечены противовирусными, жаропонижающими и антибактериальными препаратами в достаточном количестве. В некоторых только аптеках отмечается тенденция недостаточных в виде парацетамола. Но это не означает, что именно абсолютно нету этого парацетамола. Есть вот на сегодняшний день, допустим, в Национальном центре экспертизы Госреестре зарегистрировано где-то 78 видов парацетамола. Это, например, та же террафлю, грибко, парацетамол, содержащие препараты. Сейчас данным в это время в достаточном количестве. Более 260 аптек и 17 аптечных складов функционируют в области. В них также достаточно аналогов противовирусных препаратов, таких как томифлю, арпифлю и других. Их следующий завоз, по словам фармацевтов, ожидается в конце месяца. Но сейчас начался ажиотаж у населения. Многие приходят, просят антибиотики без рецептов, без назначения врача. Поэтому мы призываем людей, чтобы они приходили только по рецептам врачей. И я думаю, что эта проблема будет решена. На сегодня у нас есть эти лекарства, но их действительно, надо сказать, ограниченное количество. Антисептики, маски, перчатки все у нас есть. На сегодня в области зарегистрировано 1325 больных с COVID-19. За последние сутки прибавились 104 факта. Большинство заболеваний пневмонией и коронавирусом протекает в средней и тяжелой степени. Те, кто чувствует легкие симптомы, пытаются лечить самостоятельно, осаждая местные аптеки. Мне кажется, есть проблемы с некоторыми видами лекарств. А каких лекарств не хватает? Ну, жаропонижающих, например. Тоже нет лекарств каких-то, иммунитет повышающих. Но антисептических тоже не хватает средств. И парацетамол беру, есть. И от давления все есть. Я беру вот, не знаю, напротив бархана вот аптека. Она круглосуточная. И все, я парацетамол от недели назад брал. Нормально вроде все. Нормально все, да. Вы какие брали лекарства? Цены прежние, да. Ситрамон, да, цены прежние. Прогнозы медиков неутешительные. Мы ожидаем больше поступлений больных, говорит руководитель облздрава. Потому что люди заражаются семьями и целыми группами. Придется открывать дополнительные стационары. Если мы берем коронавирусную пневмонию, ее симптоматика фактически не отличается от бактериальной или другой пневмонии. У многих именно на фоне банального острого респираторного заболевания развилась такая пневмония бактериальная. И наша задача при поступлении к нам уже дифференцировать этих пациентов. Если у человека заложенность носа, отсутствие восприимчивости запаха, но заложенность носа бывает сухая, то есть не течет с носа. Есть стойкая, ремитирующая температура 38, 37, 39 и она ничем не снимается. Это уже есть подозрение на... Это один из симптомов КВИ. Если же у вас есть насморк, чихание, но при этом вы продолжаете чувствовать запах, ломотать теле, то это, возможно, просто ОРВИ. Врачи просят жителей быть внимательными к своему здоровью и максимально самоизолироваться.